МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современный Саратов объединяет в себе архитектуру старинного купеческого города и, конечно, здания современного мегаполиса. На часть знакомства города стоит с пешеходной улицы, это проспект Кирова, давайте прогуляемся и посмотрим на всю эту красоту своими глазами. А здесь, поверьте мне, есть на что посмотреть. Конечно, у 98% из вас наверняка при воспоминании о Саратове возникает в голове песня про парней, так много холостых, и про золотые фонари Саратова. Все здесь это есть. И более того, пользуется огромным спросом у людей, приезжих. Любуйте! Я люблю женатого. Мы передаем огромный привет из Саратова оператору сотовой связи, компании Теледва, нашему стратегическому партнеру. В тот момент, когда фашисты подошли к Сталинграду, вражеская авиация, пролетая над Саратовом, разбрасывала листовки следующего содержания. До Сталинграда с бомбежкой, до Саратова с гармошкой. Ах, знали бы фашисты в те времена, как жестоко они ошибались. А вот памятник гармошки, он как раз на центральной улице Саратова есть. И радует не только саратовцев, но и тех людей, кто приезжает сюда и с удовольствием фотографируется возле памятника. Манго, папайя, бананы, кумква, фи, хуаи – это далеко не все жителям Саратова. Определенно повезло, что у них есть такое место, где они могут все это не только увидеть, понюхать, но и попробовать. Саратовский парк Победы расположен на территории 80 гектаров. Он был заложен к 30-летию Победы и открыт 9 мая 1975 года. Монумент Журавли, 40-метровая стелла, установлена в память о саратовцах, которые принимали участие и погибли во время Великой Отечественной войны. Знаковое место для любого саратовца. И, конечно, каждый приезжающий в город посещает этот монумент, для того, чтобы в том числе и полюбоваться той великолепной красотой, панорамы города, которая открывается с вершины этого монумента. Пойдемте посмотрим вместе. Вот мне лично, мне лично очень приятно, что в этом знаковом месте после обелиска Журавли мы встретили наших земляков из Лиссисибирска, которые находятся в отпуске, и которые подошли к нам и сделали памятные фотографии все вместе в этом знаковом для любого саратовца месте. Вы вообще обратили внимание, что чем дальше мы приближаемся к местам боевых действий, к линии фронта, тем все серьезнее и выше монументы и обелиски. Впечатляют Журавли, да? И Журавли впечатляет, и сама идея вот этих вот годов и карантастей. Посмотреть, как это было, потрогать своими руками, увидеть и лазами своими собственными, как устроен накоп, посидеть в блиндаже, все это можно здесь в Парке Победы. Это здорово, что у малышей, которые здесь в огромном количестве, есть возможность действительно прочувствовать историю, прикоснуться к ней. Очень сильно удивил Парк Победы города Саратова, то есть прежде всего его размах, то есть занимает огромную площадь. И наличие, очень огромное наличие техники, как военных лет, так и послевоенных, причем она находится в отличном состоянии, то есть иногда даже кажется, что она может прям поехать прямо с места того, на котором она находится. И причем есть созданная целая реконструкция военных сооружений, которую мы еще не наблюдали пока ни в одном городе России. Вот не просто именно так, а именно этот вагон как раз и был настоящим таким госпиталем на колесах. Дело в том, что нельзя, наверное, употребить это выражение здесь, но оно само собой напрашивается нет худа без добра. Военная медицина шагнула, наверное, вперед семимильными шагами во время Великой Отечественной войны. Тяжелейшие операции проходили прямо во время движения поездов. Вот в той части инструменты обрабатывали, а здесь, собственно, стоял стол, где и проходили операции, в том числе и ампутации. Но что интересно, во время движения поезда вот тот набор продуктов, которые поезд вез с собой для того, чтобы кормить раненых, даже этими продуктами солдаты делились с голодными детьми, которые подбегали к поезду. Но вы сами понимаете, что в то время, конечно, еды не хватало. Кстати говоря, электричества тоже не было, поэтому большинство операций проводилось при свечах. Представляете? Поезд движется, горят свечи, делается операция. В Саратове, Саратской области было 77 ивако-коспиталей. И главным хирургом был Сергей Романович Миротворцев. Ему было 63 года, когда началась Вторая мировая. Для него это была уже Пятая война. Он еще был очень известным хирургом, когда была Русско-Японская война. Еще в порте Артуре его называли миротворцем, а чудотворцем. Чувствуется боль, утраты по разным подсчетам. 30 миллионов, 25-27-30 миллионов человек потерь советского народа. Вся страна пронизана памятью о временах боевой славы нашей страны, о трагедии, о той большой войне. Я уверен, что зрители моего возраста и люди старшего поколения, конечно, читали повесть о настоящем человеке и знают, кто такой Алексей Мария Сифровна, как и каждый житель города Камышина. Мы приехали в Камыш для того, чтобы вы увидели своими глазами памятник этому великому человеку. Никогда и нигде я не видел такого неба, такой чистой голубой лазури, как в Камышине. Как захотелось мне тогда летать, высеченный золотом в граните, о памятнике Алексея Петровича. Скоро я опять пойду бить ненавистного врага Гитлера и его проклятые полчища. Служил артиллеристом и воевал как раз здесь, под Сталинградом, подбил немецкий танк. Мы, думаю, показали всему миру, именно в Великой Отечественной войне, что русские люди, они непоколебимы. Партнеры проекта. Компания «Артик Тракс Россия». Расширяй свои границы. Сеть салонов оптики «Оптика Давыдов». Оптика с именем 292-03-74. Страховая группа «Надежда». Оформи полис страхования имущества и выиграй один из трех автомобилей. Официальный оператор мобильной связи автопробега, оператор с низким уровнем цен «Теледва». «Теледва» честно дешевле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова